Без окон, колес, номеров и даже без двигателя это уже не машина, а скорее мусорное ведро. В салоне пакеты, снаружи разбитые стекла. Такая ласточка полетит теперь на штрафстоянку. Но только если не объявится хозяин. Предупреждение для него оставляют прямо на капоте. Найти владельца не смогли даже при помощи дорожных инспекторов. Машины убрать в течение шести дней на желтом фоне, обоснование действий и телефон для справок. Хозяин может затребовать имущество назад, но за прошлый год это пожелали сделать только трое. Машина, имеющая явные признаки разокомплектованности, находящаяся вблизи домов каких-то наших инженерных коммуникаций, уменьшающая работы в официальной технике, в том числе уборочной и так далее. Эта машина тоже полностью соответствует критериям. Зимой она превратилась в гору снега, а сейчас постепенно превращается в гору мусора. Но даже не это страшно, говорят жители. Они просто опасаются за свою жизнь. В первую очередь я думаю, что это некая опасность для жителей. Могут быть запросто сделаны элементарные какие-нибудь теракты, заложения бомб. Нужно с этой проблемой бороться на корню вообще. За прошлый год в ходе проверки на учет поставили около 200 брошенных машин. Большинство убрали сами владельцы. Около 100 единиц эвакуированы за счет администрации. На этот год работы тоже хватит. На улицах появились новые сироты на колесах. Здесь только один житель Подмосковья, города Дмитрово. Все остальные прибыли с Алтайского края, с Сибири. Очень много здесь. Семь человек. Волжской земле. Всего здесь похоронены 40 человек. Все участники Великой Отечественной войны. Они защищали подходы к Москве и умерли от ранений в госпиталях Реутова. Еще несколько лет назад здесь был скромный обелиск. Сейчас целый мемориальный комплекс. Вот эта память этой победы, которая живет в сердцах каждого из нас, каждой семьи, именно она объединяет нас и помогает нам перед лицом всяких трудностей победить. Школьники, ветераны и представители администрации приходят сюда ежегодно накануне праздника. Цветы к братской могиле – это не просто долг памяти, это напоминание о том, какой ценой далась победа и важная часть патриотического воспитания. Ученики шестой школы ухаживают за этим захоронением. Благодаря им в Реутове стартовала акция «Лента памяти». Ее подхватили все школы города. Стали записывать воспоминания ветеранов на видеокамеру, чтобы эти воспоминания остались далее нашим детям, нашим внукам. И о нас написали в газете. Видеоматериалы о живых свидетелях и участниках Великой Отечественной войны уже передали в городской музей. Память погибших, собравшиеся по четыре минуты молчания. На прошлой неделе комиссия проверила состояние коммунальных раскопок. Устранить их последствия должны были до 1 мая. На улице Котовского было сразу два контрольных адреса. По обоим работы проведены. Благоустройство газонов и тротуаров завершено. Работы, которые на улице Гагарина проводила Балашихинская электросеть, так и не возобновлены. Даже после наложенных штрафов ситуация за неделю не изменилась. Они спасают на воде, в воздухе, в случае обрушения зданий. А здесь еще и выступают в роли шоуменов. Иначе детское внимание не привлечь и уж тем более не удержать. Воспитанникам детского сада спасатели рассказывают о своей работе. Но самым интересным для малышей моментом становится наглядная демонстрация. Техника шумит и даже пугает, но ребята теперь четко усваивают. Эти пневмотиски или циркулярная пила могут спасти человеческие жизни. Праздничные богослужения в честь Пасхи прошли во всех православных храмах страны. В Реутове центром торжест стала церковь на южной стороне. Около полуночи с 4-го на 5-е прихожане крестным ходом обошли храм. Впереди священнослужители с иконами и пасхальным огнем, чуть позади прихожане. На ступенях настоятель храма произносит долгожданные слова. Христос воскресе! Боистос воскресе! Эти слова повторяют многократно во многих странах мира. Они символизируют победу добра над злом, жизни над смертью. Для нас это душевный праздник, очень большой праздник. Воскресение Христа дает надежду всем на возрождение в душе самых положительных качеств. Под песнопение верующие заходят в храм. Здесь все готово для торжественного богослужения. Еще 40 дней в православных храмах будут исполнять пасхальный тропарь и прославлять чудесное воскрешение. Сегодня днем, по данным Яндекса, будет 14 градусов тепла. Ясно, осадков не ожидается. Только к вечеру обещают переменную облачность, но по-прежнему без дождей. Ветер северный, 2 метра в секунду, атмосферное давление чуть выше нормы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова